всем привет сегодня буду рассказывать про литий титанат а конкретно даже не про литий титанат а про мониторинг напряжения в реальном времени для каждых из ячеек которые хочу поставить в машину вот здесь такая вот секция получается здесь 12 банок литий титаната 30 апер часов каждая банка то есть всего 12 банок то есть получается 6 банок последовательно соединены еще шесть банок последовательно соединены эти два по шесть соединены параллельно что дает как бы 60 ампер часов как бы такая вот секция которая поставлю это мне нужно для того чтобы я питал усилители 4 киловаттный и я думаю достаточно будет такой секции кроме этого я еще дополнительно ультра конденсаторы вместе с ними поставлю тоже 12 штук здесь есть ну про про конденсаторы сегодня рассказывать не буду основное это литий титанат и контроль напряжения значит вот есть минус здесь здесь плюс проводочки короче каждый из банок подключена вот значит здесь модуль это arduino nano который меряет напряжение на этих банках дальше этот модуль он передает информацию будто здесь другой модуль стоит это в эмус с вайфай модулем на нем и этот вот в эмус он как бы дальше передает на разбери пай это будет машину буду ставить как точка доступа у меня будет нужно будет подключаться через вайфай машине ну и соответственно разбери пайл здесь экранчик то есть вот это вот часть я поставлю это спереди машины будет стоять сама секция лития она будет стоять в этом самом сама будет стоять секции лице в багажнике ну сейчас подключим все это дело то есть вот у меня есть источник питания да то есть это просто питание на разбери пай да вот здесь такое красивое лого на мстанга моего значит он загружается ну и сами вот эти вот микросхемки маленькие они включаются здесь реле на 12 вольт стоит и значит это реле когда включается здесь замыкается общий минус ну и собственно включается вся эта вот эти две эти микросхемки значит включу подам напряжение ну собственно разбери пай вот загрузился здесь на разбери пай стоит прямо linux да полноценная операционная система скажем так то есть занимает какое-то время загрузиться всей этой системе потом запускается программы ну и вот в реальном времени показывается как бы напряжение да то есть 14 07 это общее напряжение и каждая банка индивидуально то есть 234 235 здесь конечно есть как погрешность я сейчас чуть попозже расскажу вообще как меряется это напряжение погрешность это 0 2 вольт наверное вот но в целом вот в реальном времени она показывает какое напряжение и и дальше 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 у нас вот этот экранчик он вообще является тачскрином тема душу до сюда нажать и здесь я сделал несколько опций то есть 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 опция можно выключить зарядку вообще секции сейчас как раз покажу как это работает да то есть если нажимаю вот так вот авто то умеет значок есть который показывает что зарядка как бы выключена и условно меня будет стоять машине реле которая которая подает напряжение вообще на все эти банки чтобы они заряжались и это реле будет контролироваться еще дополнительно с высоко подсоединил есть как бы простая схема вот светодиод да там резистор и фактически вместо этого будет по концовке стоять реле которая будет выключать или включать как бы подачу напряжения на банке соответственно зарядка будет либо включаться либо включаться вот у меня тут стоит вот как бы овдах ставим на он вот лампочка как бы загорелась на соответственно как бы зарядка пошла также хочется можно в любой момент времени потому машине сделать ов и лампочка он тухнет кроме этого еще добавил здесь опцию назвал его max cell болтачка то есть получается это максимальное максимальное напряжение на банках перед тем как выключить зарядку да то есть условно вот у меня здесь стоит 255 максимальное напряжение на банках ну здесь такое значение нет то есть у меня 234 235 236 то есть ничто из этого не превышает как бы допустимое значение и получается как бы зарядка идет да я могу поставить допустим максимальное напряжение 235 вот лампочка пока что горит да то есть я выхожу назад вот у меня как бы рисуется что у меня уже какие-то из ячеек превышает допустимое значение да ну и соответственно он лампочка она погасла то есть зарядка получается обрубается да то есть страшно как бы эти лететь надо перезарядить у меня есть никаких балансиров не стоит ну вот то есть я буду ставить без балансиров но вот этот будет такая защита которая поможет как бы с этим справиться вот если я ставлю максимально допустимое значение 2 и 6 давайте допустим поставим да то об лампочка загорается все у меня ни одна из ячеек не превышает напряжение и ну максимально допустимое напряжение и зарядка как бы идет вот ну естественно потом я когда буду собирать здесь будет не лампочка уже будет стоять реальное реле которая будет контролировать зарядку вот сейчас немножко более подробно расскажу как я меряю напряжение здесь довольно интересно много вот если видно там резисторов всяких то есть как я говорил от этот на на он меряет напряжение на каждой из ячеек значит система какая сам этот arduino nano он умеет мерить напряжение только до 5 вольт больше чем 5 вольт он намерен не может далее чтобы померить напряжение на этих секциях habla я я не могу как бы взять плюс-минус от этой банке плюс-минус от этой банки минус он один общий до то есть вот самый главный минус здесь конце и потом я могу померить самую первую банку это будет допустим скажем каждый из банка два и три вольта да то есть я могу померять вот так и 2 и 3 вольта потом я могу померить, вот 2,3 вольта как раз меряет вот этот синий провод. Потом я могу померить 4,6 вольта, вот синий провод, потом 6,9, ну и так далее. То есть, по нарастающей. То есть, так как у меня общий минус, мне нужно мерить банка за банкой, да, общее напряжение. Ну и потом я как бы рассчитываю из того, что намерил, то есть, относительно предыдущих банок, высчитываю напряжение, которое показывается на экране. Так вот, получается здесь вот у нас, допустим, самое большое напряжение, да, ну, скажем, ну 15,5 может у меня быть, да. Я не знаю, как там генератор будет выдавать. То есть, условно, нужно каким-то образом научить вот этого товарища, Ардуино надо, мерить до, условно, 20 вольт, при этом, что сам он умеет мерить, только до 5 вольт. Ну, соответственно, почитал немножко интернет, схемотехника у меня не очень хорошо, у меня больше с программированием лучше получается. Ну, в общем, вычитал, что есть такие схемы, как делитель напряжения. Делается это как бы через резисторы, да, соответственно, поэтому здесь вот так много резисторов и есть, да. то есть, вот этот вот, возьмем, допустим, вторую банку, да, то есть, вот эти вот банки я меряю, меряю напряжение вот этим вот проводом. И получается, что максимальное напряжение, то есть, условно, у меня банка, каждый из банок, если уйдут, допустим, на 2,7 вольта, да, ой, на 2,7 вольта, то уже получится проблема, да, 2,7 умножить на 2, как бы получается 5,4, то есть, он уже не может померить вот это вот большое напряжение, поэтому нужно было сделать как-то так, чтобы вот второй пин, который меряет напряжение, чтобы он мог мерить до 10 вольт. Соответственно, берется два резистора одинакового номинала, то есть, у меня здесь они по 10 кОм, и вот эти два резистора, они фактически, если между ними мерить напряжение, то это фактически в два раза меньше реального напряжения получится, то есть, условно, если у меня на этих двух, там, 6 вольт, да, то вот здесь вот то, что я меряю, это реально 3 вольта, да, и эти 3 вольта я по концовке могу просто умножить на 2, ну, и получить, получить реальное напряжение. Ну, и так далее здесь, вот здесь два резистора, два резистора, потом у меня три резистора, то есть, это уже в три раза разница получается, и самый последний резистор, который, набор резисторов, с помощью которых я могу мерить напряжение до 20 вольт, вот они здесь стоят, ну, и получается, там получается то, что меряется, делится на 4, и это то, что реально нюхает, как бы, этот Arduino Nano. То есть, за счет этого и погрешность, да, то есть, условно, если у меня здесь, условно, 16 вольт полностью на секции, да, то через эти резисторы это все реально считывается, как 4 вольта, потом обратно умножается на 6. Ну, отсюда и, как бы, небольшая погрешность появляется. Ну, собственно, такая вот комбина. Значит, здесь стоит еще регулятор напряжения, да, то есть, получается, само напряжение я беру раз, два, три, с четвертой банки, да, четвертая банка это вот 9,937, да, то есть, сюда 9,37 идет, и вот этот регулятор он преобразует в 5 вольт, вот у меня здесь один запасной, есть, вот эти желтенькие провода, это есть питание, цинобрезанный, то есть, потом у культуры есть, надо будет, то сделать. Значит, по 5 вольт подается этим товарищам, прямо с тестоната, да, здесь общий минус и общий минус как раз-таки через этот, через это вот реле 12 вольт подключено, то есть, у меня на зажигание потом машину повешу, и когда зажигание будет включаться, будет включаться вся эта, как бы, система. Ну, и если уже посмотреть, что реально мерится, вот она прыгает 0,5-0,7, тоже потом еще немножко буду улучшать программу, да, чтобы этих прыжков не было, чтобы, ну, примерно одинаково всегда показывал. Если посмотреть, реальное напряжение, которое на банках, 14,04, да, 14,05. 14,05 здесь показывает, ну, и вон на банках этот самый, 14,05. То есть, каждый индивидуальный, там, где-то там есть какие-то расхождения, то есть, первое, 2,34. Сейчас посмотрим, что на первый. Ну, да, 2,34 показывает. Ну, собственно, вот такая система. Очень здорово, что через машину не надо будет никаких проводов тянуть, да, то есть, вот эта вот штука, она полностью отдельно находится, и через Wi-Fi они друг с другом связываются. Кроме этого, вот этот вот Raspberry Pi, он реально точка доступа. Я, если захочу, я смогу даже свой компьютер открыть, подключиться к Raspberry Pi в любой момент. Ну, собственно, вот, буду теперь устанавливать. То есть, следующее видео, уже, которое я запишу, это будет вторая часть, как бы, это уже, когда все поставлю на машину. Вперед вот этот вот экранчик поставлю. Ну, и попробуем все это запустить. И посмотреть, как будет работать. Ну, собственно, все на этом, наверное. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.